Корзина с цветами Плетение — это одно из древнейших искусств. Человек научился плетению гораздо раньше, чем гончарному делу. Люди плели из длинных гибких ветвей крыши жилищ, заборы, колыбели, повозки и даже обувь. Позже для плетения стали использовать лозу, корни деревьев, камыши, веревки и нитки, кожу и бересту, проволоку и бисер, газету. В XVIII веке в нашей стране в каждом доме была плетеная мебель. Интересно, а из чего ее плели? Плели мебель из ивовой лозы. Ива — это кустарник с гибкими ветками. В природе распространено больше ста ее видов, но для плетения подходят далеко не все. Как оказалось, этот вид рукоделия популярен до сих пор, ведь применяя его можно сплести множество красивых и полезных вещей. Сегодня на уроке мы тоже будем заниматься плетением из ниток. Изготовим корзину с цветами и украсим ею свой дом. Корзина с цветами Подготовим рабочее место. Для изготовления корзина с цветами нам понадобится цветной картон, цветные нити, ножницы, простой карандаш, клей ПВА, кисточка и подставка для кисточки, шаблоны, тряпочка, подкладная доска. Вспомним правила работы с ножницами. Вырежем шаблоны из рабочей тетради. Продолжение следует... 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 Переведем их на цветной картон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Подготовим нити для работы. Для этого будем наматывать нити на челнок. Придержим конец нити пальцем левой руки и правой рукой будем мотать, начиная слева направо, а затем в обратную сторону. С помощью челнока удобно наматывать нити на шаблон. Проследим за тем, чтобы не намотать слишком много нитей, иначе челнок не будет проходить через прорезь в заготовке. Начнем обматывать корзину. Для этого закрепим концы нити клеем с изнаночной стороны. Обматываем шаблон корзины с помощью челнока. Затем проделываем то же самое с заготовками лепестков, сердцевины и листьев. Основа для нашего изделия готова. Продолжение следует... Составим композицию из полученных деталей. Приклеим несколько нитей с обратной стороны заготовки корзины. Приклеим все детали к основе. Обязательно помните, что детали не должны заходить за пределы корзины. Работайте аккуратно, используйте тряпочку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...